Вступление в брак, регистрация рождения нового гражданина страны и последняя запись в жизни человека. Речь идет о сотрудниках органов ЗАГСа в России, свидетелях самых важных событий в жизни человека. Именно они 18 декабря отмечают свой профессиональный праздник. Уходящий год для специалистов, как и для всех нас, стал испытанием на прочность и терпение. В начале пандемии коронавируса надо было менять привычные подходы к работе, чтобы, с одной стороны, помочь сократить количество заболевших ковидом, а с другой, выполнить главную государственную задачу – помочь людям вступить в брак, создать семью. Тверской ЗАГС сегодня может с уверенностью сказать, что с поставленными задачами справился, более того, готов к серьезным переменам. Но все по порядку. Слово передаю нашему корреспонденту. Центральный ЗАГС – вторая половина дня пятницы. Александра и Валерию можно теперь назвать мужем и женой. Пандемия коронавируса могла нарушить планы, но обстоятельства изменились, и они воспользовались возможностью зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке. Определились, так уже выбрали дату и решили в эту именно дату сделать свадьбу. Близкие, рядом все. Это главное. Сейчас коронавирус внес серьезные изменения в привычную процедуру регистрации брака. На церемонии могут присутствовать только восемь гостей и фотограф. Естественно, они должны соблюдать все меры противоэпидемической безопасности. Остальные друзья и родственники ожидают молодоженов вне здания ЗАГСа. Такие строгие правила устраивают не всех, поэтому некоторые воспользовались возможностью перенести дату бракосочетания. Некоторые пары пользовались таким предложением и переносили. Но их было не так много. И в основном все ждут, как правило, таких событий. И приходили, и в празднично одеты, и нарядные. Сегодня для тех, кто планирует вступить в брак, создаются все необходимые условия. Например, можно расписаться в любом органе ЗАГСа, независимо от места регистрации. Причем подать заявление можно за год. Этого времени вполне достаточно, чтобы выбрать понравившуюся дату. Конечно, наибольшей популярностью пользуются красивые даты. Я не скажу, что для всех это принципиально, какие-то такие вот красивые даты. Но, в принципе, мы удовлетворяем спрос всех, кто желает зарегистрировать брак. И если в обычные дни, допустим, у нас может регистрация происходить, ну, с учетом заявлений, да, поданных в сад, там, начиная с 11 часов утра, то в данной ситуации может быть использован время и более раннее. В свой профессиональный праздник работники ведомства гордятся тем, что когда многие организации закрывались, они продолжали свою работу. Конечно, с рядом ограничений соблюдения дистанции, маски, прием проводился только по предварительной записи. Органы ЗАГС не закрывались, потому что люди рождаются и умирают, к сожалению, да. И эти все юридически значимые действия, фактически события в жизни наших граждан, они подлежат государственной регистрации. Поэтому в полном объеме всеми органами ЗАГС Тверской области была обеспечена государственная регистрация. Сотрудники ЗАГСа – это профессионалы, которые любят свое дело и знают, как найти правильный подход к людям и найти нужные слова. А в будущем у Тверского ЗАГСа большие свершения и перспективы. В частности, открытие нового здания Дворца бракосочетания, о котором мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Более подробно о работе сотрудников ведомства читайте на информационном портале «Панорама.Про». А мы пожелаем успешной работы, процветания и здоровья всем сотрудникам органов ЗАГСа.